Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги пророка Иеремия в переводе Луки Маневича, он был сделан для библейского общества, а я читаю его для портала экзегет. Итак, главный грех Иудеи, который Иеремия здесь постоянно напоминает и описывает, это идолопоклонство, вот 17 глава посвящена как раз идолопоклонству Иудеи. Начертан грех Иудеи стержнем железным резцом из кремня, даже, может быть, из алмаза, это уже вопрос к переводчикам, на скрижалях сердецах высечен на рогах их жертвенниках. О чем идет речь? Грех вырезан, ну как, на каменной табличке, да, вырезается что-то такое, памятник или доска памятная, и вот здесь вот какой же это грех? Смотрите, он на сердцах и на рогах жертвенниках, то есть то, что внутри человека, и то, что в его культовой практике. А дальше объяснение более подробное. Как о сыновьях своих, о жертвенниках они пекутся, о баширах возле деревьев и твистых на холмах высоких. Ашира — это не очень понятно, что сегодня конкретно имеется в виду, какой-то культовый объект. Ашира — это богиня такая, языческая богиня, супруга Верховного Божества в языческих культах. Ну, какой-то столб, камень, какой-то ее идол, неважно, там, изображающий женщину или, может быть, просто так. И, соответственно, вот о нем они беспокоятся, о жертвеннике в честь этой самой Аширы, в честь своих ваалов и кого-то еще. То есть для них это вот предмет гордости и заботы, этот их языческий культ. «Горы твои, богатства твои, сокровища отдам я на разграбление. Совершенно твои отдам на разграбление за грехи, что ты совершал во всех твоих уделах. По своей вине ты лишишься удела, который я дал тебе. Я врагам отдам тебя в рабство, в страну, которую ты не знаешь, ибо вы разожгли огонь моего гнева, и будет полотен вечно». Ну вот это постоянная тема, что Израиль отошел от Господа, Израиль променял Господа на языческих богов, соответственно, он лишается того удела, который дал Господь, и отправляется в земли языческих богов. А дальше подробнее, что, собственно, в чем различие между идолопоклонником и тем, кто почитает Господа. «Так говорит Господь, проклят тот, кто на человека уповает, плод считает силой, чем сердце от Господа отвратилось. Будет он подобен колючему кусту в пустыне, не видит он благо, будет он ютиться в пустыне, каменистой, на земле соленой и безлюдной. Благословен тот, кто на Господа уповает, надежда его Господь. Будет он подобен дереву, посаженному у воды». Вот Ближний Восток, воды не хватает, поэтому тот, кто надеется на человека, это колючий кустарник в пустыне безводной, а надеющийся на Господа у источников. То есть Господь понимается как источник, а вот эти реки воды живые, которые в Новом Завете появятся еще не раз, очень понятный древнему человеку с Ближнего Востока образ. «У потока оно пустыло корни, не боится, что зной наступит». Кстати, салтирь начинается точно так же, и человек, который размышляет о законе Господнем, это дерево у потоков, вот, в хорошем месте у него всегда есть вода. «Листва у него густая, год засушливый, ему не страшен, плодоносить оно не перестанет». И все-таки, и все-таки, вот, человек, к сожалению, никак не выбирает этот вариант. Коварно сердце человека, оно неисправимо. Кто может знать его? «Я, Господь, я вижу сердце, испытую душу, чтобы каждому воздать по поступкам, по плодам дел его». «Сидит куропатка на яйцах, да птенцов не высадит». Ну, очевидно, ее спугнут, поймают, да, и ее гнездо останется разоренным. «Так и человек, разбогатевший нечестно, в расцвете лет он всего лишиться глупцом окажется». Прямо как из книги-притчи такой маленький отрывочек, но здесь, смотрите, идолопоклонство и нечестность, они идут рука об руку. То есть, нельзя быть вот таким последователем единого Бога, если ты при этом нечестен в делах. Вот либо то, либо другое тебя уводит в это состояние отверженности, да, либо идолопоклонству, либо это самое нечестное обогащение. «Престол славы, издревле вознесенной, вот место святыни нашей, Господь надежды Израиля, кто оставил себя посрамиться». Вот, собственно, главный девиз этой главы. «Кто отверг меня, земле достанется, ибо Господа они оставили живой воды источник». И дальше молитва самого Иеремии, но молитва как бы от лица всего народа, или многих людей, по крайней мере. «Исцели меня, о Господе, я исцелюсь. Спаси меня, я спасусь, ибо тебя я славлю». Вот они говорят мне, где же слово Господне, пусть оно исполнится. «Не просил я тебя посылать несчастья, дня беды не жаждал, ты это знаешь. Слова уст моих всегда перед тобой, не будь для меня ужасом». То есть, смотрите, Иеремия говорит, «Хорошо, я все это понял, но я совершенно этого от себя не просил, не ждал, и хватит мне уже рассказывать, как все будет плохо. Мне же надо потом идти людям передавать, а они меня за это ненавидят». Да и мне, думаешь, приятно это все говорить и самому для себя примирять. Началось еще вот совсем недавно, в 16 главе, с того, что Иеремия не должен брать жену, не должен там общаться со своими сородичами, ходить на поминки или на пиры. Что хорошего? И вообще вот получается, он снова противопоставляет себя по воле Бога, причем всему народу. «Не будь для меня ужасом, ты прибежище мое в день бедствия. Гонители мои пусть посрамятся, а я посрамлен не буду. Пусть они ужаснутся, а меня пусть минует ужас. Пошли им день бедствия, сокруши их тяжким ударом». Гораздо проще сказать, «Господи, вот они такие, вот ты с ними давай разбирайся, и все, я тут как бы ни при чем». Но боюсь, что у Иеремии это все-таки не очень хорошо получится. И об этом еще много будет глав этой книги. «Сказал мне Господь, иди к воротам Вениаминовым». А он его опять, да? А Иеремия криком кричит, «Хватит уже, надоело, вот эти нечестивцы, с ними разбирайся, меня не надо». «Нет, ты пойдешь к воротам Вениаминовым, через которые входят и выходят цари и иудеи, еще и царский выезд, к Спасской башне московского Кремля, изволь пойти и там проповедовать». Ничего так, да? «Иди ко всем воротам Иерусалима и говори, слушайте слово Господне, цари иудеи, все иудеи жители Иерусалима, входящие через эти ворота». Ох, не завидую я этому Иеремии. «Так говорит Господь, чтобы жизни своей сохранить, не берите ношу в день субботний, не носите ее через ворота Иерусалима». То есть к воротам – это, во-первых, где много народа, а во-вторых, это место, где они нарушают конкретную заповедь. Суббота – день отдыха, значит, это не место для переездов, транспортировки грузов, поставок самых разных товаров. «Не выносите ношу из дома в день субботний, никакой работы не делайте. Соблюдайте святость субботы, как я заповедовал вашим отцам, которые не слушали, не внимали, были упрямы. Не слушали они, не принимали наставления. Если вы послушаетесь меня, говорит Господь, если не будете проносить ношу через ворота этого города в день субботний, если будете соблюдать святость субботы и никакой работы в этот день делать не станете, тогда через ворота этого города будут проходить цари, которые выседают на престоле Давида и Вельможи. Да они и так проходят. Будут они проезжать в колесницах и верхом цари, вельможи, их люди иудеи, жители Иерусалима, и город сей пребудет вечно. То есть сейчас-то они проходят, а долго ли им осталось? Будут приходить люди из городов Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из земли Вениаминовой, из Шефелы. Шефела – это такая полоска земли между побережьем, прибрежной равниной и горами, предгорья можно перевести, с гор и из Негио, чтобы совершить все сожжения и жертвоприношения, хлебные приношения и приношения благовоний, чтобы принести благодарственные жертвы в доме Господнем. Если же вы не послушаетесь меня, не будете соблюдать святость субботы, будете в день субботний приносить ношу и входить через ворота Иерусалима, тогда я сожгу огнем эти ворота, пожрет дворцы Иерусалима огонь неугасимый. Вот этот постоянный принцип, где нарушение или что нарушается, там и то и будет наказание. Вот ворота, через которые по субботам таскают грузы, будут уничтожены, и сквозь них уже не будут проходить те прекрасные люди, которые это делают сейчас. Но мало того, Господь и дальше будет Иеремию посылать для контекстных пророчеств, контекстных, то есть связанных с тем местом, где он находится, с теми предметами, которые он наблюдает вокруг. Об этом 18 глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok